Всем привет и добро пожаловать! Сегодня мы поговорим о человеке, который пил энергетики каждый день. И вот что с ним стало. Уоррен был профессиональным бодибилдером. Чтобы поддерживать себя в теле, он потреблял 10 тысяч калорий ежедневно. Это было необходимо для поддержания белковой массы. Большую часть его рациона составляла высококалорийная жирная пища, фастфуд и так далее. Когда он умер, многие решили, что его погубил столь нездоровый рацион. Однако во всем были виноваты энергетики. Энергетики являются одними из самых популярных напитков на рынке, и они продаются по всему миру. Их популярность объясняется тем, что энергетики способны мгновенно пробуждать в вас энергию и одновременно концентрироваться. Большинство из нас пьет пару банок энергетика в неделю, некоторые пьют энергетик раз в день. А вот Дин не стал себя ограничивать. Он пил по две банки в час во время тренировки. Сначала энергетики творили чудеса, они не только помогали ему сосредоточиться на тренировке, но и дарили необходимый заряд энергии на тренировках. К несчастью, Дину диагностировали рак. Некоторые сочли это почти благословением, ведь тогда у Дина появился шанс бросить все свои вредные привычки. Он начал питаться здоровой пищей и завязался энергетиками. По мере лечения его опухоли начали сжиматься и исчезать. Узнав столь благодатную новость, он снова начал есть фастфуд и пить энергетики каждый божий день. Из-за того, что он вернулся к своим вредным привычкам, он снова заболел. И снова раком печени. Сначала он думал, что такая еда никак не связана с раком. Когда врачи сказали, что дело в нездоровой пище и энергетиках, разрушающих его печень, Дин наконец осознал, что кроме него самого никто не несет ответственности за его здоровье. К сожалению, Дин не смог побороть рак во второй раз и погиб. У него была жена и дочка, которые не могли найти себе покоя после смерти мужа и отца. Так в чем же причина отрицательного воздействия энергетиков на организм? Все дело в том, что они содержат неоцин. Это вещество наносит серьезный урон печени. Оно также может привести к печеночной недостаточности. Среднестатистический энергетик содержит до 40 миллиграммов неоцина. Врачи полагают, что именно неоцин привел Дина к смерти. При этом Дин не единственный, кто пострадал от неоцина. Один мужчина обратился в больницу с жалобами на симптомы гриппа, однако врачи выяснили, что у него желтуха. Как оказалось, у него не был грипп, это был гепатит, представляющий из себя воспаление печени. Это заболевание может привести к печеночной недостаточности или раку. Врачи спросили его, не болел ли кто-нибудь из его родственников гепатитом, на что пациент ответил нет. Однако он сказал, что выпивал два энергетика каждый день на протяжении многих лет. Врачи не могли доказать, что причиной его болезни стал энергетик, но они предполагали это. Точно такой же случай произошел с женщиной, которая пила по две банки Редбула на протяжении многих лет. Если вам нравятся энергетики, у нас для вас хорошая новость. Есть здоровая альтернатива Редбулу и адреналину. Например, кокосовая вода. Этот напиток не только освежает, но и дарит вам заряд энергии благодаря электролитам и утоляет жажду. Другая альтернатива – бананы и пырей. Бананы богаты клетчаткой и калием. Пырей способствует формированию красных телец, отвечающих за перенос кислорода в вашем теле. Эти натуральные энергетики абсолютно безопасны и не навредят вашему организму. Они отлично подходят для тренировки или тяжелого рабочего дня. Если вы часто потребляете энергетики, самое худшее заключается в вашем неверии. Много людей живет с мыслью о том, что с ними ничего не случится. Но именно эти люди и становятся жертвами ярких жестяных банок. Когда в следующий раз ваша рука потянется к энергетику, вспомните о Дине, вспомните о той боли, которую ему приходилось превозмогать перед смертью, а также о жене и дочке, которые остались без кормильца. Вам этого мало? Тогда вспомните о мужчине, который попал в больницу с жалобой на якобы грипп, или о женщине, которая пила по паре энергетика в день на протяжении двух лет. Эти люди страдали напрасно, а все из-за желания немного взбодриться. На сегодня Управление по контролю за продуктами и лекарствами США не запрещает потребление энергетиков США. Многие люди считают, что это всего лишь вопрос времени.